Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Господи, благослови нас! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую, дорогие зрители интернет-телевидения. Я рад всех вас приветствовать на таком межконфессиональном, междинаминационном, общихристианском, таком телевидении христианском в интернете. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я надеюсь, что те из вас, что подключились только что, те из вас, что не видели первую часть моего, вот этого, моей трансляции, моего выступления, то вы сможете запись это посмотреть, вы просмотрите в записи все. Я постараюсь эти программы на самом деле сделать доступными в интернете. В общем-то, мечта есть, на самом деле, думаю, она осуществима. В ближайшее время будут именно эти программы, подобные программы, очень актуальные, насущные программы выставлять в сети, в интернете. Но прямая трансляция создает уникальную возможность такую, вживую обращаться к вам, дорогие друзья. И я призываю милость Господа, Бога Всемогущего, на каждого из вас, на вашей семье. Сегодня я благоставляю каждого из вас, дорогие друзья, именем Иисуса Христа, именем нашего Господа, Бога и Спасителя. Аминь. Как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я рад этой возможности вновь быть в прямой трансляции на таком межконфессиональном, межцерковном таком телевидении. Это очень важно. Сама идея, она очень близка мне. Идея межконфессионального такого телевидения, идея общехристианского телевидения, это очень важная, на мой взгляд, идея, потому что очень много разделений в этом мире, всевозможных хороших, плохих разделений, от Бога, не от Бога, от человека, от дьявола, разные очень разделения. Но очень хотелось бы нам, христианам 21-го столетия, христианам вот этого очень непростого такого времени нашего, быть действительно в главном едиными. И я хочу начать со слов Блаженного Августина. Который говорил еще в далеком пятом столетии, следующие слова, что в главном у нас, христиан, должно быть единство. Во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. И пусть действительно будет любовь между нами, христианами, и пусть будет осознание вот этого главного, в чем же мы едины. И во второстепенном пусть у нас будет свобода в церквях, между церквями, разнообразие. Это очень хорошо, слава Богу. Дорогие друзья, представляю православную церковь, в частности, украинскую реформаторскую православную церковь, обновленческое православное движение. Я, конечно, очень часто говорю из кафедры, говорю это сам воно, говорю это в разных собраниях, на богослужениях, говорю это с экранов, вот обращаюсь даже сейчас в прямом таком эфире, говорю о реформации, говорю о пробуждении церквей. Больше всего, конечно, я говорю о реформации православной церкви, потому что для меня это самая главная тема, главная тема моего служения, главная тема моей жизни, так скажу, моего христианства. Это то, к чему Бог меня призвал. Я очень, ну, как сказать, тружусь, не подкладывая рук для этого, сильно тружусь, для того, чтобы действительно увидеть мою динаминацию пробужденной. Я люблю православную церковь и надеюсь на то, что на самом деле сегодня в реформации, реформация придет вообще в тело Христова, во все тело Христова. Я убежден, что не только мы православно нуждаемся в реформации сегодня, в обновлении, но и в целом христианская церковь, христианство нуждается в реформации. Слава Богу! Дорогие друзья, я благодарю Бога за вот эту возможность сегодня снова говорить к вам. И некоторые вещи, наверное, я повторю из прошлой программы. Хотя, в общем-то, тема огромна. Тема очень большая. Это реформация, тем более реформация православной церкви, на мой взгляд, наверное, одной из самых, если даже не самой такой нереформированной до сих пор еще церкви. Церкви, ну, вообще в целом православие, к сожалению, стоит чаще всего исторически так вне процессов реформации христианства. Знаете ли, как некий духовный тромб такой, он парализовал сегодня православие. И скажу, что сегодня очень сложно порой православным священникам многим даже осознать необходимость, ну, нужду эту, нужду в реформации. Необходимость реформ, перемен. Как говорил великий обновленческий священнослужитель, великий реформатор православной церкви, митрополит Александр Веденский, говорил он это еще в далеком 20-м, 20-х годах, он говорил, что вся беда у нас в том, говорит, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено и лежи оно во веки веков. К сожалению, чего греха таить, вот именно этого держатся очень многие, большинство даже священнослужителей. И я сам, как вчерашний традиционалист, вчерашний традиционный православный священник, конечно, понимаю прекрасно моих братьев, моих коллег вчерашних, друзей, потому как я тоже некогда, ну, в бытность мою традиционным священником православным, русской православной церкви, я не был обновленческим священнослужителем тогда, я был традиционным православным священником, я был убежден также, что в реформации не нуждается церковь, православная церковь, да и, в общем-то, по большому счету, я в то время не считал какие-то другие церкви, другие динаминации, конфессии церквями или частью церкви Христа. Но я был убежден тогда, до 96-го года, что православная церковь – это и есть церковь, а все остальное – секта. Дальше, больше, как бы, дальше от истины, дальше в секту. Но ни католиков, ни протестантов я, честно говоря, тогда не воспринимал не то, что как братьев, даже не воспринимал как очень далеких родственников, будем так говорить. И в 96-м году Господь совершил в моей жизни чудо. Я познакомился с христианами других конфессий, других динаминаций, и это был очень интересный опыт. Я об этом часто одно время рассказывал. Да и, в принципе, я думаю, что сегодня есть смысл тоже об этом что-то рассказать, потому что свидетельство, оно, я думаю, очень многим будет интересно и важно услышать. Так вот, я познакомился с христианами других конфессий. Это были баптисты, пятидесятники, харизматы, то есть такие традиционные, будем так говорить, протестантские, распространенные сейчас конфессии и направления. Я, в общем-то, познакомился с верующими с этих церквей. И знаете что, я с удивлением обнаружил для себя, что любящие Господа, любящие Иисуса Христа люди есть в разных церквях. И, конечно, есть разные учения, есть разные порой доктрины, разные учения, разная догматика. Есть доктрины, которые нас разделяют и принципиально разделяют, в общем-то, но есть то, что нас объединяет. И нас объединяет сам Господь Иисус Христос. С трепетом, таким, знаете ли, с особым волнением, таким душевным, с потрясением таким духовным, я тогда перечитывал послание в Коринф, где Павел пишет апостол в первом своем послании, в третьей главе, одиннадцатом стихе, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Конечно, вот это основание, знаете ли, я стал осознавать еще больше и больше, что основание наше одно – это Иисус Христос. И, конечно, с христианами, познакомившись с других церквей, я с удивлением обнаружил, что Библия, ну, бесконечно права, утверждая, что Дух дышит, где хочет. В Слове Божьем говорится именно так. Не там, где хочет человек, не там, где мы хотели бы сами люди, допустим, манипулировать, может быть, Богом, убеждать Бога, быть только лишь в границах нашей динаминации, конфессии, но Дух дышит, где Он сам хочет. Я все больше и больше стал осознавать тогда, в 96-м году, что Дух Святой есть личность, что это не просто заложник наших динаминаций, знаете ли, нашей конфессии, но что это есть величайшая личность, величайшая личность во Вселенной и на этой земле. И, знаете ли, мои вот эти старые представления, традиционалистские, о том, что вот Дух Святой, Он передается через непрерывную систему таких рукоположений, и, в общем-то, Он является, по сути, нашей собственностью, как бы мы, получается, приватизировали Царство Божье, монополизировали Духа Святого. Вот эти все представления, конечно, они стали рушиться в моей голове, потому что Божье Слово не оставляло мне, будем говорить, шанса верить во все это больше. Я стал верить тому, что написано в Писании. Ведь сам Иисус Христос сказал так, что кто верует в Меня, как сказано в Писании, говорится, что у того потекут реки воды живой. И это, конечно, очень важно, что вот сегодня Господь пробуждает очень разных служителей. Я узнал с того времени очень много разных православных священнослужителей, которые, и не только православных, и протестантских священнослужителей, которые стали, будем так говорить, видеть в христианах других динаминаций, других конфессий своих братьев и сестер. И в реформации сегодняшнего дня, в реформации 21-го столетия, наверное, очень важно, чтобы мы, во-первых, как сказано в Писании, мы верили в Бога. Не просто, знаете ли, не просто как вот, лишь бы верить. Не просто верить, как именно учат нас наши конфессии, наши динаминации, православные, протестантские, католическая церковь, но так, как сказано в Писании. Если мы будем ходить во свете, во свете Божьего Слова, во свете Святого Духа, и действительно мы будем иметь общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, как такого чистого, непорочного агнца, она будет обмывать нас от всякого греха. Дорогие друзья, на самом деле я очень хочу также вместе с вами сегодня проставить Бога. Если вы баптист, пятидесятник, адвентист, я не знаю, какой вы еще конфессии, православный, католик, есть разные православные церкви, я встречал очень разных католических священников, старой католической церкви и вот такой традиционной католической церкви. Я проповедовал у католиков харизматиков, у разных православных, в том числе харизматической православной церкви в США. И скажу, что, конечно, я стал понимать с того времени начавшегося такого общения, что Дух действительно, как я уже говорил выше, как сказано в Писании, Дух дышит где хочет. Слава Богу! И Господь доблагоставит сегодня межконфессиональное телевидение, Господь доблагоставит сегодня этот канал удивительный, такого телевидения в интернете. Я очень Богу благодарен за эту возможность быть сегодня в эфире, как я говорил уже, и хочу продолжить. Слава Богу! Дорогие друзья, фоном вы видите сегодня, так же, как и в субботу вечером, я избрал такой еврейский фон, флаг Израиля, флаг государства Израиля, вы видите сейчас сзади меня, и талиты такие еврейские, это крова наталосы, которые я повесил сзади. Я люблю молиться, использую еврейскую символику, и талит часто и кипу использую в своей личной молитвенной практике, и не только в личной, но и порой в церковной практике. Кстати, обычай православной церкви покрывать голову священнослужителям, он тоже пришел оттуда с библейского иудаизма, с практики библейского иудаизма. И вообще в православии на самом-то деле очень много элементов такого традиционного еврейского библейского служения. Об этом говорят книги по литургическому богословию, в частности, что даже за основу, как сказано в учебнике по литургике, по литургическому богословию, что за основу православной литургии было взято храмовое служение, описанное частично в Библии, и также синагогальное служение. Это было обычным для христиан не только первых трех столетий, но даже и четвертого, и даже пятого столетий посещать синагоги, посещать традиционно еврейские служения. В общем-то, христианам древности, христианам первых четырех-пяти столетий, в общем-то, чаще всего естественным казалось себя каким-то образом, знаете, или так вот, отожуслять с еврейским народом, потому что в Писании говорится, апостол Павел говорит к римлянам, что мы насаждены не среди нас, как написано, вместо них, не вместо них, не вместо евреев, как написано в синодальном переводе, или, как сами семинаристы порой шутят, в сильно дальнем переводе, сильно дальнем, но, как буквально говорится в Писании, что мы насаждены среди них. И поэтому, действительно, в согласии с этим посланием Павла, и вообще к римлянам, и со всем Новым Заветом, мы, действительно, стали общниками одного корня, великого корня. И если мы привились верою, если мы, верующие с разных народов, привились, действительно, верою в Бога, то мы должны держаться этой веры. Да, дорогие друзья, вот здесь я постараюсь отвечать на вопросы, если они будут, и для меня еще много нового, потому что это всего лишь вторая трансляция здесь на интернете-телевидении, и я надеюсь, что у нас сейчас все хорошо, и вы меня видите, и слышите. Так вот, я хочу продолжить. Православная церковь на сегодняшний день, православие, которое я представляю, и о котором я буду говорить, как православный реформатор, обновленец, я не отделяю нашу юрисдикцию от вселенского в целом православия, потому как, действительно, дело у нас одно, и цель одна, спасение грешников, принести спасение к миллионам наших соотечественников сегодня. Но вот чем проблема. Современное традиционное православие, на мой взгляд, фактически не имеет библейского понимания спасения, учения библейского о спасении. Знаете ли, доходят до абсурда, полного религиозного абсурда. Порой спрашиваешь священника, традиционного русского или украинского священника православного, как спастись, в чем путь спасения. Знаете ли, плавают священники, не знают, как отвечать на эти вопросы. На эти вопросы обычно просто говорят, что, ну, ходи в храм, ставь свечки, соблюдай обряды, посты соблюдай, праздники соблюдай, делай добрые дела. Вот, твои добрые дела не перелетят однажды, может быть, и ты спасешься. Вообще-то, многие, кого я знал, из традиционных священников, еще с семинарской скамьи заболели неким фатализмом. И, знаете, такие мнения бытовали, я помню, тогда, в 88-м году, что в Московской, что в Ленинградской духовной семинариях, общаясь с братьями, я слышал не раз такое, что если суждено тебе спастись, ты и так спасешься. А если Бог не судил тебя спастись, то, как бы, что бы ты ни творил бы, ничего бы ни делал бы, все равно не спасешься. Как бы, такой некий фатализм. Здесь, конечно, очень много крови попортило тогда будущим священникам православной церкви и в Московской, и в Ленинградской духовных семинариях, тогда, в 88-м, 89-м годах. Книга одна, учебник, православное учение о спасении. Очень, скажу так, ужасно написано, во-первых, словоблудие, чаще всего, нежели какое-то здравое учение. А во-вторых, вот эти комментарии, что тогда, тогда не было ксероксов, знаете ли, тогда не было компьютеров, просто под копирку на машинке. Там же, в семинарии, делали выписки и святых отцов, жизни святых отцов, и их учения. И я помню, что нам раздавали как раз тогда такие подборки вместе с этим учебником, где как раз говорилось о последних днях, о последних даже не днях, а минутах жизни святых отцов, монахов, подвижников. И, знаете ли, к ужасу я читал, как и другие будущие священники православной церкви, семинаристы тогдашние, я читал о том, как эти отцы церкви, великие столбники, подвижники, отшельники, на которых мы молились тогда, ставили свечки, которым я молился искренне, я действительно молился этим святым отцам, а оказывается, умирая, эти люди, они не знали, спасены они или нет, да и чаще всего они говорили, нет, не спасены. И один из отцов церкви, один из святых, величайший, говорил так, что я иду в ад, и это были последние его слова. И ученики говорили, ну, отче, а, вы говорите, ну, неужели вот ты сейчас пойдешь в ад, значит, ты же всю жизнь там пропахал, ты всю жизнь там был монахом, то он говорит, нет, 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 я говорю, точно, я даже не имею надежды, я точно в ад иду, значит. Но, как бы, там такая мысль развивается дальше, что все-таки, мол, кому-то было как-то там увидено кем-то, что, мол, он все-таки был спасен на небесах, но, как бы, тем самым он заморочил бесам голову, значит, и, как бы, демонстрировал свое смиренно-мудрие такое определенное. Ну, это все человеческое смиренно-мудрие, ничего общего не имеющее, конечно, с библейским смиренно-мудрием, и это некое бесовское, гностическое такое смиренно-мудрие, монашеское, ничего общего не имеющее с христианским смиренно-мудрием. И, знаете, друзья мои, потому что смиренно-мудрие христианское, это почитать друг друга, других людей выше себя, и в этом есть христианское смиренно-мудрие, а не в подобных пакостях. когда человек, он просто-напросто, ну, не верит в свое спасение и идет в ад с такими страшными словами, уходит с этой земли. Так вот, как мы дошли до жизни такой, как церковь православная потеряла библейские ориентиры, библейское учение о спасении, знаете ли, это, конечно же, в одной программе не расскажешь, но сегодня это исторически очень четко прослеживается, как через цезарь-попизм, через подчиненность рабскую государству, императорской власти Византии, церковь теряла библейские ориентиры, церковь теряла библейское основание, библейское учение. И сегодня, наверное, первоочередная задача реформации православной церкви, как и, наверное, во многих других деноминациях, конфессиях, это возвращение к библейскому пониманию спасения. Для, наверное, православной католической церкви, наверное, ну, таких традиционных, таких церквей, церквей полторы тысячелетней давности, церквей, наверное, первоочередная задача даже. Если в протестантском мире, как бы, есть свои крайности, у нас вот свои крайности, у нас другие крайности, у нас, как правило, нет понимания, вот, покаяние как начало, покаяние как именно возрождение, как именно спасение, точка отсчета нашего поприща. И чаще всего подвязаются братья православные христиане, но незаконно подвязаются, и потому не увенчиваются, знаете ли, потому и все, ну, так грубо говоря, коту подхоз, знаете ли, наше христианство. Потому как без библейского основания, без библейского фундамента, без понимания это все превращается просто в такое, знаете, мракобесие. Дорогие друзья, братья, сестры, почему я в прошлой как раз программе и сегодня тоже хочу говорить как раз больше о проблеме антисемитизма, потому что, на мой взгляд, именно отрыв от библейского учения, в том числе и библейское учение спасения, начался с отрыва от еврейских корней. Потому как мы не могли, мы, христиане, не могли, из язычников, обращенных из разных народов, мы не могли, знаете ли, оторвавшись от наших еврейских корней, сохранить библейские основания. Просто-напросто не могли, потому что настолько это все тесно-тесно переплетено. Ну, во-первых, есть библейские законы, есть духовные законы, которые никто из нас не может отменять вообще. Есть библейские законы, есть библейские клятвы, божьи клятвы, божьи обетования. И, в частности, есть обетование такое, что сам Бог говорит, что проклинающий тебя проклят, благоставляющий тебя благоставлен. Говоря о своем еврейском народе, Бог говорит, что те, кто будут проклинать евреев, будут прокляты. Те, кто будут благоставлять, будут благоставлены. И на протяжении истории Израиля очень четко это прослеживается. Не так давно был праздник Пурим, и мы вспоминали в очередной раз, уже много столетий подряд вспоминается одно и то же событие, удивительно описано в Библии, в книге Исфирь. Я думаю, для всех евреев и неевреев это очень хороший урок, как нельзя пальцем своим тыкать в глаз Богу, как Бог защищает свой народ, своих детей, и знаете ли, Он любого Аммана поднимет на виселицу, Он любую страну просто-напросто вверх дном перевернет за своих детей. Ни перед чем наш Господь Бог, Бог Аврама, Исаака, Якова, Бог Отец наш Небесный, Он ни перед чем не остановится для того, чтобы спасти своих детей. И знаете ли, очень страшно, когда в семье Бога, когда среди верующих в Бога, возрожденных Богом людьми, когда в людях, именно составляющими народ Божий, Церковь Нового Завета, знаете ли, вражда. И вражда к первенцу Божьему, к Израилю, мы получаемся, если мы христиане, и мы не любим евреев, если мы проклинаем евреев, если мы открещемся от своих еврейских корней, корней нашей веры, если Аврам нам уже не отец уже веры, если еврейские корни уже не наши корни, а мы стараемся держаться своих языческих корней, оккультных, демонических, то, знаете ли, ничего доброго этого не даст нам, абсолютно. Это лишь очередные проблемы принесет. И в жизни Церкви было именно так. Друзья, примеров более чем достаточно. Более. Я хочу привести сегодня в субботу вечером и в четверг, вот в это время, я буду снова в трансляции, даст Бог, я продолжу как раз именно эту тему, очень важную тему. Потому как времени, я вижу, опять мало, этот час, он быстро проходит, но и мне хотелось бы успеть какие-то очень важные вещи сейчас рассказать. Очень важные и запоминаемые. Друзья, дело в том, что тогда христианская церковь совершила грех определенный. Как тогда? Когда тогда? Именно, я считаю, еще вот на заре своего формирования, становления, еще во втором, третьем столетии были некоторые такие попозновения антисемитские. Но основная проблема пришла как раз со временем Константина и его матери Елены, когда церковь начала попадать под именно власть государства, под власть императоров. Цезарепопизм. Политика, это называется цезарепопизмом. Значит, политика подчиненности церкви государству. Цезарепопизм это система взаимоотношений церкви государства, когда государство во всем управляет церковью, а церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. Именно через цезарепопизм пришли основные лжеучения христианства. Кстати, именно цезарепопизм, против цезарепопизма выступало как раз обновленчество в 20-е годы. 20-х годов обновленчество в своем начале очень радикально заявляло о покаянии, об отречении от своих корней оккультных, небожьих связей с государством. Многие лидеры обновленческого движения, тот же самый Вененский Александр, в своей знаменитой речи в дворце Урицкого в Ленинграде, в Петрограде Тадашнем, он говорил о том, что попала птица царства Божьего в золотую клетку государства. Он говорил о большом зле, которым является цезарепопизм. И, знаете ли, на мой взгляд, одна из таких выдающихся заслуг обновленчества православного 20-х годов, это как раз именно первая, пусть не удавшаяся до конца, но попытка освобождения православия от мертвящих пут цезарепопизма. Церковь православная начала обретать самостоятельность, свободу определенную, и это началом было реформ, реформации. И, конечно, совершали и ошибки определенные обновленцы 20-х годов, кто не ошибается, друзья мои, но все-таки было сделано очень много хорошего, полезного. И сегодня мы православные обновленцы уже 21-го столетия, учаясь на ошибках наших предшественников, мы сегодня продолжаем дело великой реформации, обновления православия. Как-нибудь, даст Бог, я отдельно, может быть, запишу эту программу или вот так в трансляции тоже расскажу об этих удивительных обновленцах 20-х годов, потому что моя как раз тема называется реформация православия, вообще христианство, реформация вчера, сегодня и завтра. Так вот, очень интересно, много интересного есть из истории реформации, что было вчера, что происходило в прошлые столетия. И сто лет назад тогда, по сути, зарождалась современная реформаторская православная церковь, обновленчество современное православное. Можно много рассказывать об этих удивительных героях Веры, об Александре Венинском, Александре Боярском, кстати, тоже. Это дедушка, родной дедушка нашего любимого, известного русского артиста, театра кино, актера Михаила Боярского. Наверное, все мы знаем, конечно, нашего русского Д'Артаньяна, там, пока-пока покачивая перьями на шляпах. Значит, и с детства, думаю, многие из вас с юности все это помнят прекрасно, эти персонажи, эти персонажи. И, конечно, когда мы смотрим на Михаила Боярского, сегодня, может, мало мы можем видеть еще, как бы, реформатора. Хотя очень хочется, чтобы Михаил тоже влился в ряды современного обновленческого движения. Я очень хочу, чтобы Михаил, он сегодня был в наших рядах, потому что его дедушка, на самом деле, это был нашим православным лютером, или, скажу так, реформатором, на самом деле, православной церкви, который был расстрелян в 1937 году по указке Сталина, во время безбожного времени сталинизма, знаете ли, сегодня так вот возрождаемого, к сожалению, в России. И вот тогда это было ужасной бойней, когда, знаете ли, людей убивали за веру во Христа Иисуса, вообще за веру, за религию, за веру в Бога, как таковую. И, конечно, обновленческое движение тогда пострадало, и, в общем-то, все реформаторы эти были так или иначе репрессированы. Сам Александр Витинский, он скончался своей смертью, умер в 1946 году, и после его смерти, после 1946 года, обновленческая церковь в СССР была вообще запрещена. Последние храмы были отобраны, переданы официальной церкви, Московского Патриархата, и, в общем-то, с тех пор обновленческое движение официально не возрождалось. Только лишь после падения безбожного Советского Союза, в общем-то, пошла речь о возрождении обновленческого движения на территории бывшего безбожного Союза. И вот в Украине 13 лет назад родилась церковь, украинская реформаторская православная церковь, архиеписком, которой я являюсь по сей день. И я Богу за это очень благодарен, за эту честь, за это высокое доверие. Я Богу очень признателен, и Бога благодарю за это, слава Иисуса Христу, стараюсь трудиться во славу Его, во славу имени Господа, Бога нашего Иисуса Христа. Да, дорогие друзья, и сегодня для православной церкви, для реформации православной церкви, конечно, хотелось бы, чтобы она произошла в наши дни, и потому хочется видеть процесс покаяния. Потому что покаяние есть, покаяние, допустим, отдельных людей, покаяние отдельных поместных церквей, а есть покаяние целых деноминаций, целых конфессий. В частности, вот, есть примирение между церквями, допустим, между небольшими церквями или большими, там, целыми деноминациями есть. Есть примеры очень хорошие, в частности, вот, в 60-е годы, допустим, покаяние, такое взаимное примирение между православными и католиками. Это, думаю, очень было таким историческим важным событием, потому что многие христиане тогда, протестантские, допустим, христиане, Европа, Америки, они были заинтригованы вот этим покаянием, этим примирением. Ведь, шутка ли, тысячелетняя вражда, значит, была прекращена официально. Слава Богу! Хотя, по сей день, конечно, еще кое-где вот эти вот, знаете, симптомы опасные, они присутствуют, и по сей день находятся такие священнослужители с обоих сторон, которые, в общем-то, выказывают свое недоверие, там, и, знаете, такую узколобость, такую определенную религиозную демагогию разводят определенную. Но, по большому счету, и русская православная церковь, ну, православие на территории бывшего безбожного союза тогда в целом, присоединилась к этому решению в 71-м году. И это было на соборе в 71-м году в Москве, в 1971-м году, когда был избран патриарх Пимен, Московский Всеруси. И тогда, в общем-то, произошло следующее, в то время произошло именно примирение между православными и, значит, католическими христианами, и даже, насколько я помню из описания этого торжества, значит, в 60-е годы, значит, просто-напросто в Константинополе, бывшем в Стамбуле нынешнем, и, значит, в Риме, в Ватикане были уничтожены точные копии вот этих проклятий взаимных, которые наложили наши предки, наши предшественники в далеком 11-м столетии. Проклятия друг друга, но, знаете ли, проклятие – это одно, но, слава Богу, что это беспричинная вражда, просто-напросто она прекращается любовью Христа, любовью Христовой, слава Богу. И, дорогие друзья, так вот, и о покаяниях я хочу вспомнить, допустим, покаяние, опять вспомнить покаяние Ивана Павла II, прежнего Папы Римского покойного, который, в общем-то, много совершил таких служений очень важных, много совершил молитв очень важных, молитв примирения, молитв покаяния перед евреями, перед христианами других конфессий, других деноминаций. Я думаю, эта позиция очень сильная, позиция очень правильная, хорошая. Потому что, когда человек, он кается, или церковь кается, деноминация определенная, христианская кается, то этим самым окружающие могут видеть зрелость, взрослость этого христианина или этой конфессии, этой деноминации. Потому что взрослый человек – это тот, кто действительно может признавать свои ошибки, признает свои ошибки и готов над ними работать. И исправляется. Кстати, вот фильм в прошлом году, да, он вышел на экраны телевизионные, я думаю, многие из вас, дорогие зрители, смотрели уже этот фильм, называется «Отважные». Про, значит, фильм рассказывает об таких полицейских, американских полицейских, христиан, христиане, которые прошли очень такой непростой путь, знаете ли, возрождение отцовства, осознание своего отцовства. И вот так же и христианской церкви, и христианским конфессиям, деноминациям важно именно пойти путем обновления, путем примирения и покаяния. И во время вот этого Великого Поста в традиционном православии в эти дни проходит Великий Пост, так называемый, до самой Пасхи он продолжается. Время ограничения в продуктах питания определенных, но, знаете ли, именно вот этим временем Великого Поста, к сожалению, десятки раз священники проклинают евреев от лица молящихся. В книгах богослужебных есть тексты антисемитские, многие из вас, наверное, уже об этом слышали, читали, информационные листки, может быть, читали в нашей церкви. И, в общем-то, с этих протестов, с этих вот призывов к покаянию рождалась наша церковь, собственно, Украинская Реформаторская Православная Церковь. Это было в Киеве, и буквально вот с нескольких листовок, десятков листовок этих, рождалось новое такое понимание Реформаторской Православной Церкви о еврейском вопросе. И мы призывали тогда, я лично призывал тогда, как священник, даже еще не был епископом, был священником, я призывал тогда, значит, молиться, призывал христиан разных динаминаций, конфессий, молиться об освобождении Православной Церкви от антисемитизма. Я приводил факты антисемитизма современной в Православной Церкви и в истории также, из истории Православной Инквизиции, хотя само слово это мало употреблялось, слово Инквизиция, но, как говорится в народе, хрена резки не слаще. Знаете ли, как бы это ни называлось, но когда на кострах наших православных погибали люди инакомыслящие, погибали евреи, пусть она не называлась Инквизицией, это было действительно Инквизицией. А сегодня уже, как архиепископ Церкви Православной, как именно предстоятель Украинской Реформаторской Православной Церкви, я очень часто говорю о том, что нам нужно усугубить эти молитвы и проводить такую широкую работу разъяснительную среди населения об опасности антисемитизма вообще в частности. И несколько пунктов, я хочу некоторые пункты сегодня вспомнить в это вот время, последнее время, как раз этого эфира, прямого, этой трансляции. Один из пунктов был, допустим, как раз шла в речь о Великом Посте, шла речь о предпасхальном времени. И я вспоминал тогда отца Александра Меня, вспоминал других некоторых обновленцев православных. И, в общем-то, отец Александр Мень, в частности, он говорил, что, к сожалению, в православии, в богослужебных книгах Православной Церкви, во всех фактически есть антисемитские тексты. И особенно Великим Постом, на служениях Великого Поста, к сожалению, проклинаются евреи десятки раз. Особенно Страстной неделей, Великой Седмицей, Страстной, вот, и, то есть, передпасхальной Седмицей. Когда священники называют евреев, там, по текстам богослужебным, которые читают священники, называют евреев богоубийцами, христоубийцами, там, и вообще, там, проклинаются евреи. Так, тексты антисемитские я буду выставлять еще на нашем сайте, на нашем сайте alivechurch.info, живаяцерковь.info, или в любой поисковой системе вы можете ввести Украинская Реформаторская Православная Церковь, попадайте на наш сайт, или же один из моих сайтов. И я выставляю в социальных сетях также эту программу сегодня, значит, об покаянии в антисемитизме. И, как украинский епископ, скажу, что, слава Богу, что за некоторые такие положительные изменения сегодня в Украине. Дело в том, что после падения безбожного Советского Союза, многие священнослужители задумались о переводе на украинский язык богослужебных текстов. И был сделан перевод на украинский язык. Так вот, в переводе на украинский, а сегодня добрая половина приходов православных в Украине являются именно украиноязычными приходами, совершающими служение на украинском языке. Так вот, в этих книгах богослужебных, изданных уже в наше время, перевод совершен в наше время и издание нашего времени, уже нет этих текстов антисемитских. То есть, слава Богу, что переводчики сделали такую благородную чистку. И все эти тексты в богослужебных книгах, где так или иначе проклинаются евреи, разжигается рознь, межнациональная такая вражда, антисемитизм, все эти тексты были вырезаны просто-напросто. Или видоизменены, а чаще все просто изъяты, просто вырезаны. Я лично в 1997 году, я лично общался тогда с Любомиром Гузером, помощником кардинала Украинской греко-католической церкви. И позже Любомир Гузер стал кардиналом, предстоятелем Украинской греко-католической церкви. Сегодня он как экс-патриарх. В общем-то, но тогда, как с помощником кардинала, я с ним познакомился лично и две недели жил во Львове в 1997 году. И имел честь общаться с этим удивительным человеком. Очень, скажу так, это общение много мне дало лично, очень много мне дало. Человек удивительной судьбы. Я много узнал нового для себя. И о католичестве, и в частности о украинском греко-католичестве. Вот, узнал и также о том, что во многом украинский перевод и издание на украинском языке было именно делом рук греко-католических священнослужителей. В частности, Любомир Гузер сказал, что лично он и другие иерархи католической церкви в Украине вложили очень большие деньги, и свои личные деньги, и церковные деньги вложили большие, в то, чтобы перезать всю литературу богослужебную на украинском языке. И чтобы переводчики, отцы Василиане и другие переводчики, участвовавшие в этом очень трудоемком таком процессе, чтобы изъяли все тексты антисемитские. И он лично сказал мне следующее в одной из бесед, он сказал следующее, что во всех украинских книгах богослужебных нет ни одного даже слова против евреев, ни одного факта проклятия в адрес еврейского народа. Мы, говорит, изъяли, просто изъяли сотни текстов, сотни предложений, выражений, либо некоторые виды изменили, но чаще всего просто изъяли. Я Бога благодарю, что сегодня добрая половина православных церквей в Украине не проклинают евреев, потому что совершают служение на украинском языке. Но, к сожалению, также примерно половина всех приходов православных в Украине относятся к московскому патриархату. Совершают служение на старославянском языке. Даже новые современные переиздания, они, в общем-то, фактически оставляют все без изменения. Тексты те же самые проклинающие евреев. Конечно, старославянский язык, он делает где-то свою и положительную работу, хотя я лично противник старославянского языка, как богослужебного языка православной церкви, потому что, на мой взгляд, служение должно быть понятным людям. Я считаю, что мы, священники, очень страшный грех делаем, ставя именно еще плюс и языковой барьер между Богом и человеком. И без того много барьеров между Богом и человеком, знаете ли, барьеры греха, но еще ставить культурные языковые барьеры, это, считаю, ну, просто очень страшно, на самом деле. И именно языковой барьер между Богом и человеком, это некая новая Вавилония, я бы так скажу. Ведь даже Дух Святой, вдохновляя писателей Библии, вдохновил писать их на народном, именно греческом языке, на наречии Коя, на языке торговцев, ремесленников, селян, не на языке Сократа, Аристотеля, Платона, но и на языке торговцев и крестьян. Ну, хорошо, друзья, то есть изначально мы можем понять, что Бог был за понятность. Но, знаете ли, друзья, в чем-то старо-славянский язык, богослужебный современный ВРПЦ, МП, Русская Православная Церковь Московского Преархата, играет роль положительную. В чем-то и положительную, потому что, если сегодня бы перевели все на русский язык, без изменения, без цензуры, без вот этой вот реформации, без того, чтобы вырезать, как в украинском переводе, сотни текстов проклинающих евреев. И все это на русском читать сегодня, то, я думаю, был бы очень мощный всплеск антисемитизма в России. Поэтому, думаю, что церковно-славянский язык сегодня играет где-то роль и положительную. Поэтому, в общем-то, не надо спешить с переводом сегодня на русский язык текстов богослужебных, именно в этом смысле. В первую очередь, должно быть покаяние. Покаяние и желание поработать над этими текстами. В Русской Православной Церкви Московского Преархата есть все возможности для этой реформы. Есть много грамотных священнослужителей, есть очень много грамотных переводчиков, есть много финансовых возможностей сегодня пересдать всю богослужебную литературу. Но нет пока, к сожалению, доброй воли. Нет, знаете ли, я общался с некоторыми священнослужителями, и имена некоторых из них я могу сегодня называть, потому что некоторых из них уже нет с нами, ушли в вечность эти люди. Митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим тогдашний, он говорил как-то такие слова, что, ну, это все, горбатого могилы справят. Никакой реформы невозможны, чем в Русской Православной Церкви. Хотя он в личных беседах, в частных беседах, он много говорил о том, что вот хорошо было бы изменить и служение, и как бы, значит, лицом к людям повернуться, как католики сделали, говорит, значит, и мощью брать с престолов, значит, там, ну, многие вещи такие предлагал, очень интересные такие, в личных беседах. Но он был председателем издачного отдела тогда, Московского полиархата, в Священном Синоде был, и, ну, как бы, видя эту гниль всю религиозную изнутри и политическую, то есть, как бы, ну, у него было больше пессимизма, чем оптимизм, честно говоря. Но, знаете ли, друзья, как говорил Иван Степанович Проханов, лидер евангельского христианства сто лет назад еще, он говорил, что христианин, это, говорит, неисправимый оптимист, слава Богу, будем оптимистами. И оптимист это не просто, значит, неинформированный какой-то человек, нет, это человек, который доверяет Богу, слава Иисусу Христу. Так вот, друзья мои, господа, братья и сестры, осталось вот 10 минут эфира, значит, я хочу успеть еще кое-что рассказать вам, друзья, очень важное. К сожалению, качество связи, я вижу, очень-очень низкое. Я извиняюсь за... у меня здесь интернет не такой скоростной, как хотелось бы, значит, в этой трансляции и самого качества веб-камеры тоже не очень. Но, надеюсь, вы меня слышите, надеюсь, вы меня можете хотя бы услышать хорошо. И я жду ваших вопросов, пишите мне на мой электронный адрес, вы можете писать по адресу alivechurch, живаяцерковь, собачка, inbox.ru Значит, это email русский, которым я пользуюсь, также можно на gmail.com писать, архибишоп Сергий Журавлев, значит, и пусть Господь благословит вас, дорогие друзья. Но в эти последние 10 минутах хочу еще кое-что рассказать вам, очень важное, что касается покаяния православной церкви, в частности, в антисметизме. Хотя каяться в антисметизме нужно, я считаю, разным христианским церквям, католикам в частности и протестантам. Но, на мой взгляд, вот в этих деноминациях, католической церкви, протестантской церкви, уже много позитивных таких моментов есть. И есть уже прецеденты покаяний, есть богословие уже покаяния, богословие освобождения от антисемитизма. В православии, к сожалению, пока все очень в сыром виде. Пока из всех православных церквей, что я вот лично знаю, наверное, только лишь вот наша украинская реформаторская православная церковь, и также еще вот харизматическая православная церковь в США, и еще некоторые другие небольшие такие православные церкви готовы к таким большим реформам. Наверное, потому что большой юрисдикции, большому такому объединению религиозному, очень неповоротливо, знаете ли, совершать реформу. Очень трудно порой, но надо, надо. Потому как без этого, знаете ли, мы обречены на, ну, на что-то очень страшное, так скажу, на очень страшное что-то. И священникам многим, я говорю, и епископам православным, я говорю так, что и лично, и вот в эфире, говорю так, лучше сейчас, пускай нам будет стыдно покаяние, чем, знаете ли, потом всю вечность локти кусать. Лучше сейчас нам сделать это, лучше нам совершить это, чем потом, знаете ли, сожалеть о прошедшем времени, когда мы могли бы что-то сделать, но не сделали, не дай Боже. Так вот, пока мы живы, мы можем сделать очень много хорошего. И, в частности, что мы можем сделать хорошее? Объявить деканонизацию многих православных святых, то есть объявить их не святыми. Ведь святые в православной традиции, это не только те, кому молятся, но и те, также, кто за примеры для подражания берутся в православии, и чье учение часто берется примером для христиан. И это очень прискорбно, что среди святых есть много таких, как бы не святых, будем так говорить, библейских святыми никак нельзя назвать, и святые, в кавычках, антисемиты. Тот же самый Иосиф Волоколамский, Иосиф Володский, Геннадий Новгородский. Наверное, вот этих извергов в первую очередь нужно изгнать, скажу так, из святцев. И покаяться публично в том, что в русской православной церкви было долгое время почитаний, как святых, этих инквизиторов в рясах, и придать просто-напросто проклятию, вот, всякую память о них, и придать проклятию их учения, которое очень много крови портило и портит в истории православной церкви. Ведь именно сожжение инакомыслящих, пытки, издевательство над людьми, значит, во имя веры, убийство, тысячи тысяч людей на совести как раз этих людей. Иосиф Волоколамский, и Геннадий Новгородский, чем еще страшны эти фигуры инквизиторов, что они не просто, скажу так, пролили много крови во имя веры, во имя церкви в свое время. Нет. Дело в том, что все гораздо страшнее, ведь их доктрине, в частности, просветитель, так называемый просветитель, книга, значит, Иосифа Волоколамского, она до сих пор пересдается, и с ужасом мы можем обнаружить ее на раскладках, значит, за ящиком в разных храмах православных, в том числе даже в храме Христа Спасителя в Москве. Это ужасно, конечно. Это все, что сейчас, допустим, увидеть где-нибудь в общественной библиотеке или в книжном магазине «Майнкап» Адольфа Гитлера. Вот, ни много, ни мало. Книги Сергея Нилуса и прочие мерзкие сочинения «Россия перед своим пришествием» и другие сочинения, наполненные антисемитизмом, должны быть просто-напросто, значит, и убраны из церкви. Я не то чтобы за цензуру, но я скажу так, что церковь должна иметь силу признать эти книги не нашими. Если кто-то хочет читать, их в частном порядке нет проблем. Пусть читают, изучают, но это не церковная ритература, это не христианство. Это антихристианство, которое рядилось в христианские одежки. И наши западноевропейские братья, католики, очень правильно сделали, что открестились от очень многих святых, объявили деканонизацию многих святых католической церкви. Нам надо сделать то же самое. Ну, говоря в общем, по большому счету, я против и вообще как таковой молитвы, молитвы разным святым, разным посредникам. Но, коль вы уже, я обращаюсь к традиционным священникам, православным епископам, к патриарху Кириллу, к другим иерархам. Коль вы имеете институт святых, если вы имеете культ святых определенных, то, пожалуйста, просмотрите внимательно, значит, кто в ваших святцах, кто в списках этих святых. И недостойно иметь таких, как Иосиф Волоколамский и Геннадий Новгородский в списках святых русской православной церкви Московской приорхата. Также украинской православной церкви. Обращаясь к украинской православной церкви. Ведь киевский приорхат и другие юрисдикции украинские чаще всего просто слепо копируют, значит, в этом отношении московский приорхат. И, как бы, здесь проблемы, в принципе, одни и те же. Среди моментов покаяния, думаю, что надо отметить, что важна наша искренность, важно наше решение. Я верю, что Бог очень сильно нас благоставит, когда мы научимся не просто не проклинать евреев, но научимся благоставлять евреев. Это очень важно. Из истории покаяния католической церкви скажу, с сожалению, я отмечаю такой момент, что проще было Ивану Павлу II, допустим, другим иерархам католическим на словах совершить покаяние. Но очень сложно было самим делом совершить покаяние. Очень сложно. Я приведу пример. Были, допустим, покаяния Ивана Павла II в антисемитизме, в Холокосте, перед Израилем, перед еврейским народом, но фактически деньги ватиканские шли на, значит, на палестинских террористов, ну, как бы, под благовидным предлогом о кормлении палестинских детей, но хотя все взрослые люди и прекрасно понимали, что там, может, ни цента не пойдет этим детям голодающим, все пойдет на вот эти вооружения. И Советский Союз тогда вооружал до зубов ясера Арафата и прочих таких террористов того времени. И, к сожалению, ватиканские деньги, они были в этом же русле, в безбожном вооружении палестинских этих террористов, этих смертников, камикадзе этих, значит, и многих негодяев тогда Ватикан вооружал, к сожалению, своими деньгами. И очень мало, ничтожно, фактически, денег католических пошло на именно Израиль, значит, и я думаю, что нужно пересмотреть нам тоже отношения здесь наших евреев и научиться благооставлять, научиться благооставлять словами, научиться благооставлять делами, и я верю, что Бог очень сильно благоставит нас. Из истории православной церкви очень важный пример здесь является Румыния. Я думаю, что в четверг следующий, ну и в субботу, и в четверг я постараюсь продолжить эту тему и говорить, я расскажу еще об этом, да, и буду говорить о Румынии, о покаянии румынской православной церкви в антисметизме. Один из удивительных примеров нашего времени, когда, значит, одна из православных церквей решилась-таки на покаянии, и я расскажу, как Бог очень сильно благостоил наших румынских братьев. Кстати, в самом Бухаресте сегодня есть одна из церквей, относящаяся к нашей церкви, к Украинской реформаторской православной церкви, и на нашем сайте, на сайте Украинской реформаторской православной церкви, есть адрес, есть координаты епископа Богдана Ионеско, это епископ нашей церкви, который трудится...